Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Про цветок». С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем пойдет наша речь? Сегодня, конечно, мы будем говорить о капусте, о той культуре, которая постоянно присутствует на славянском столе и которая ведет в самые-самые различные блюда. Так вот, для того, чтобы этот овощ был постоянно на вашем столе, надо его правильно хранить. А как убирать, как хранить, об этом давайте мы и поговорим. Ну, во-первых, вы все знаете, что уже есть ранние, средние и поздние капусты. Раннюю капусту вы уже убрали, белокочанную. Среднюю капусту вы уже тоже выросли где-то в середине сентябра месяца, она уже была готова, а поздней еще сидит. Ну, по ранней и средней капусте, как бы, понятно, начали качаны трескаться, значит, все, срочно пора убираться. Но на поздней капусте тоже отдельные сорта склонны к растрескиванию. Поэтому перед тем, как убирать капусту, необходимо предусмотреть, чтобы они не трескались. А как это делается? Делается это очень просто. Берем лопату и вот вокруг этого качана нашего проходим, подрубаем корни. Нет лопаты, вы можете просто взять, подтянуть чуть-чуть качан вверх и повернуть, надорвать корни. Надорвали корни, прекращается приток воды, наш качан, и он не будет трескаться. Почему? Потому что осень у кабы всегда дождливая, осень всегда дождливая, но и туманы бывают, и все, капуста очень быстро набирает влаги. И она отрескается от избытка влаги. Для того, чтобы в этой влаге поступало меньше качану, мы делаем такие операции. Или подрезание корней, или просто надрываем корни. Это все будет содействовать, что наша капуста не будет трескаться. А как определить готовность капусты к уборке? Готовность определяется очень просто. Мы берем качан и просто руками нажимаем. Если чувствуется, что у нас уже там сформировался хороший плотный качан, нашу капусту уже можно убирать на хранение. Как мы убираем капусту на хранение? Какие здесь существуют условия для того, чтобы она дольше лежала? Как бы многие не задумываются, но капуста убирается на хранение тогда, когда температура воздуха днем 3-8 градусов тепла, плюс 3, плюс 8, а ночью может быть около 0, может даже быть плюс 1, минус 1, минус 2, до минус 2 градусов капуста очень хорошо переносит в поле. Есть и такие параметры. Есть. Значит, качан завязался, температура похолодала. Почему необходима такая температура? Потому что при низких температурах капусты как бы качаны охлаждаются. Охлаждаются качаны, и они хранятся, конечно, гораздо-гораздо лучше. Выбираем солнечную погоду и срезаем качан. Срезаем качан и оставляем сразу на качане, тут как бы уже срезано сильно, оставляем качеришку 2-3 сантиметра длиной. Это раз. И обязательно оставляем вот эти зеленые листья кроющие, которые такие большие. Мы тоже их оставляем. Почему мы их оставляем? Потому что эти качаны на начальном этапе, они помогают нашей капусте быть защищенной от болезней. Ну, дальше, что еще? Перед тем, что на хранение. Некоторые опытные хозяйки что берут, делают. Значит, берут какой-то таз большой, это самая, ванночка такая пластмассовая может быть. Значит, это делают солевой раствор. Из расчета 100 грамм соли на 10 литров воды растворяют. И вот каждую капустину, вот так вот, не наоборот, а вот так качали вниз опускают на 15-20 минут. Что дает солевая обработка? Она, конечно, не повреждает нашу капусту, но зато все, которые там есть линии, есть там гусеницы, другие вредители, они срочно покидают нашу капусту. Они все срочно вылазят и плавают в этой воде. Так что возьмите этот прием себе на вооружение. Способ безопасный и очень-очень-очень простой. Далее, ну, срезали капусту, мы уже будем ложить. Значит, капуста в селожах ложится в один ряд. В никаком случае нельзя накладывать качан на качан. Почему? Потому что капуста очень интенсивно дышит. Если она будет лежать одна на одной, она очень быстро загнивает. Загнивают наружные листья, и капуста хранится плохо. Далее, из таких способов, которые помогут продлить хранение вашей капусты, назовусь следующие. Значит, если у вас капусты немного, значит, тогда мы те верхние листья, которые у нас мы оставляли, мы их аккуратно срезаем. Срезали мы эти листики, и каждый качан капусты можем обернуть газетой. Обернули газетой и положили. Газета будет забирать излишнюю влагу, и наша капуста будет храниться лучше. Следующий способ, который тоже очень простой и очень доступный, вы моете, если у вас капусты много, газеты вы не обернете, это как бы нереально сделать, просто большой обзор работы. Вы возьмите мел, обычный мел, строительный, природный, какой он есть. Обычный мел, и каждый качан опудрится мелом. Опудрится мелом и вверх, и всю капусту тщательно опудрили, и положили. Разложили в один ряд. У нас не надо качаны ложить плотно друг к другу. Простояние между качанами капусты должно где-то быть 1-2 сантиметра. Капуста с капустой не должно соприкасаться. Ну и далее хранение капусты. Капусту мы храним всегда при условиях плюс где-то 1-5 градусов. Это оптимальное условие температурное для хранения капусты. Если у вас температура будет опускаться ниже, ниже там минус 1 станет, минус 2, минус 3, значит знайте, что ваша капуста будет храниться плохо. У нее образуется так называемый тумак. А что такое тумак? Значит, что ваша капуста снаружи будет как бы хорошая, а внутри она вся будет загнившая. Загнилась капуста, этот тумак внутри качана, говорит о том, что мы выбрали неправильный режим хранения. Поэтому надо капусту чем-то утеплить. Если у вас там, например, условия бывают разные, у нас в Беларуси таких не бывает, но если у вас суровая зима в другом регионе, значит ее просто-напросто можно еще прикрыть соломой. Солома как бы сгладит температурный фон и не даст промерзать вашей капусте. Не будет капуста промерзать, и значит, соответственно, она не будет загнивать внутри. Запоминайте. Самая оптимальная температура хранения капусты это от плюс одного до плюс пяти градусов. И влажность воздуха 70%. Ну, практически такая влажность воздуха и есть. При более высокой влажности воздуха появляются плесни. Для того, чтобы их избежать, повторюсь еще раз, мы их или обворачиваем капусту газетами, или опудриваем мелом. Ну, а при более низкой температуре образуются тумаки, когда капуста загнивает внутри. Уждите это. И потом используйте. Ваша капуста будет хорошо храниться всю зиму. Вы будете кушать свежие шты, будете делать голубцы, будете делать рад других блюд, пирожки, все, что вам нравится. Вам приятного аппетита. И чтобы ваша капуста долго хранилась, воспользуйтесь нашими советами. До новых встреч. До свидания.